ночью делать здесь нечего не надо сюда ехать ночью это была именно та самая первая мысль которую я хотел донести до людей собирающихся посетить озеро и джен ночью не надо не надо сюда спускаться в темное время вам вот это вот не нужно вот совершенно постепенно эмоции улеглись даже когда я поднялся наверх меня переполняло вот желание быстро записать на камеру обращения что мол ребята подумайте тысячу раз и так далее и тому подобное но как-то вот я этого не сделал и сейчас прошло уже полтора месяца я можно сказать на холодную голову могу рассказать как это было достаточно подробно и дать некоторые советы первое почему вообще люди спускаются к этому озеру ночью это делаю для того чтобы увидеть очень интересное природное явление которое называется blue flames или голубые огни это такое мистическое голубое свечение образовывается она над поверхностью воды из-за того что сильно нагретый сероводород самовоспламеняется и вот образуется такой вот интересный голубой огонь увидеть его можно естественно только в темное время суток именно поэтому туда спускаться начинают где-то вот с вечера часов с 10 может быть я поехал туда в 12 это принципе нормальное время 12 часов поехал я туда со водилой которого зовут вовок я его нашел в кофейне недалеко от моего отеля я прямо вот приехал на поезде заселился и сразу же пошел искать водителя который мог бы меня отвезти туда ребята из кофейни быстро нашли мне нужного человека который сказал что да я тебя туда отвезу и маска у меня есть в аренду мне ее оставили ребята из россии из новосибирска если мне не изменяет память все будет тип-топ поехали в общем этой же ночью мы отправились к национальному парку он оставил там машину дал мне короткие инструкции мол идешь вверх три километра и к озеру вниз еще метров 800 я наивно предполагал что вот эти три километра это будет самая тяжелая часть вот этого пути я ошибался вверх идет достаточно хорошая дорога просто можно спокойно идти остановился подышал водички попил и дальше пошел нет никаких совершенно проблем а вот вниз спускаться это уже было намного интереснее когда я читал на форуме винского про это место там в некоторых отзывах люди писали что мол эти виды того не стоит тропа крутая можно упасть убийца просто ужас какой-то и конечно же были люди которые писали обратно что мол взрослый человек без проблем спуститься ничего такого страшного там нет и конечно же я подумал что да без проблем какие вообще могут быть проблемы если куча людей спускаются к этому озеру есть разные фотографии видео и я смогу конечно про маску я вообще не задумывался я предполагал что смогу ее где-то арендовать на входе национальный парк как это обычно происходит ну тем более вовок мне любезно маску предоставил в общем проблем никаких нет когда я начал спускаться я нацепил эту маску и понял что вот здесь вот возникла проблема потому что дышать не было ну очень очень тяжело она воняла каким-то бензином и я на протяжении всего пути просто мучился думая снять ли мне эту маску или оставить что вообще для легких будет безопаснее ну я не знаю что с ней было не так возможно она просто очень старая там надо было поменять фильтры дышать в ней было очень очень тяжело я то ее снимал то надевал обратно то просто закрывал лицо шапкой которая у меня осталась с посещение вулкана брома в общем так продолжалось на протяжении вообще вот всего пути вот эта проблема с маской она была вот просто можно сказать ключевой спустились мы по достаточно крутому склону на пути попались фумаролы в общем идет такая вот цепочка достаточно длинная из туристов которые подсвечивают себе путь фонариками я тянусь ну как бы за основной толпой иду без гида вообще не получилось ни с кем зацепиться языком не нашел себе никаких попутчиков но просто не было времени придерживаюсь основной массы доходим до фумарол это такие грубо говоря дырки из которых валит дымище там люди начинают фотографироваться по фотографировались тут происходит непонятная ситуация где-то ну треть людей куда-то исчезает то ли они идут другим путем то ли они идут обратно в общем непонятно что происходит двигаемся куда-то дальше вот эта тропа которая упоминалась на форуме винского в темноте совершенно непонятно что это какая-то тропа ты просто идешь по каким-то камням то там куда-то карабкаешься вверх то спускаешься вниз без гида конечно идти ну я бы сказал неприятно потому что вот просто ты ползешь как слепой котенок подсвечиваешь себе дорогу фонариком смотришь куда идут люди и стараешься как-то вот придерживаться правильного направления которого в принципе ты не знаешь в общем доходим до следующих фумарол опять происходит такая же ситуация валит дымище там добычки серые собирают вот эти вот куски в корзины это все в темноте происходит люди там фотографируются куда-то опять часть людей исчезает мы идем дальше встречаются какие-то люди идущие на встречу почему они идут на встречу непонятно я сначала думал что это та же самая компания которая спускалась с нами они просто не нашли что искали и развернулись обратно много у меня вопросов я как-то спросил у одного чувака который шел на встречу мне типа чувака озеро вообще где она там и он так ответил таким очень каким-то хмуром отрешенным голосом типу лес и я так подумал блина вообще стоит к нему идти или нет в общем наконец-то мы добрались почти до этого озера там еще были опять же эти трубы дымящиеся серой где чуть не задохнулся потому что когда вы подходите к вот этим вот дыркам с дымом дым может идти слабо но потом в один прекрасный момент он может так бах и просто вас вообще окутать клубами вот это вот ядовитого серного газа и один раз я как-то мучился с вот этой маской потому что мало того что она воняла бензином так еще там был ремешок порванный он просто был так закрученный на шее и я ее снял и как раз произошел вот этот такой сильный выброс газа что я просто так закашлялся подумал ну все можно после вот этой поездки легкие вообще выбрасывать на помойку серьезно я прямо очень-очень сильно прифигел ребят мы наконец добрались до озера под утро когда начало светать прямо можно было уже различать там камни людей без фонарика мы наконец-то добрались до воды я там встретил ребят из россии как-то поговорил как-то стало знаете так полегче все понятно здесь озеро здесь есть люди с которыми можно пообщаться что-то спросить у них в общем такое знаете прям облегчение камень с плеч упал пофотографировали поснимали видео посмотрели на этих добычков серы прифигели конечно вот от всех вот этих видов поделились с ребятами впечатлениями они как и многие туристы ждали вот это вот голубого огня я не парился по этому поводу да мы не увидели вот это вот мистического голубого свечения но нам повезло в том смысле что в это утро мы смогли увидеть нормально озеро его не заволокло еще облаками и дымом как это бывает иногда и прямо было видно отчетливо вот эту вот гладь воды которая конечно же не выглядит так как обычно это презентуют на фотографиях сильно так отфотошопленных типа там вода вообще бирюзовая да если смотреть сверху она кажется вот прямо такой ярко бирюзовый но когда ты стоишь непосредственно на берегу она ну такого какого-то грязно-голубого серого цвета вот эту вот вода которая в общем то состоит из смеси серной и соляной кислоты температура где-то примерно 60 градусов подниматься вверх было намного легче чем спускаться вниз когда я пробирался просто вот в темноте через вот эти вот камни я просто думал что это путь какой-то в никуда и обратно я уже не поднимусь но нет наверх мы добрались достаточно быстро и там я встретил чувака из китая с которым мы много общались про все подряд и про путешествий про политику там про историю про россию про китай все было очень интересно и как-то дорога обратная пролетела незаметно вниз вот эти вот три километра тоже очень бодро мы прошли и вообще никаких проблем не было но вот этот вот спуск непосредственно к озеру это конечно было тяжело часть 2 это небольшие советы которым бы я хотел поделиться с людьми которые хотят спуститься к вот этому вот просто филиалу ада на земле озеру и джен ребят позаботьтесь о маске это серьезно потому что есть места где этого дыма просто очень много и дышать без маски реально опасно не марлевая повязка не какая-то там самодельная тряпочка а нормальная маска-распиратор это очень важно если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем например больные суставы проблемы с сердцем астма и прочее вам туда спускаться не нужно вы можете просто добраться до кромки вот это вот кратера и посмотреть на озеро сверху но тут есть небольшой момент дело в том что если вам не повезет и вы попадете туда в неподходящее время это просто озеро будет полностью покрыто дымом и облаками вообще кроме камней ничего не увидите может быть там будут какие-либо просветы где можно будет увидеть часть воды поэтому нужно реально подумать если вы не собираетесь спускаться вниз то это будет наверняка для вас большое разочарование стоит ли спускаться вообще туда ночью шанс увидеть это голубое свечение ну может быть процентов 50 то есть гарантий что вы его увидеть вообще нет никаких поэтому я думаю что лучше всего туда спускаться ранним утром то есть вот прямо когда начинает цветать то есть это поможет добраться по вот этой тропе вниз уже можно сказать в светлое время суток но не будет еще такого количества облаков и вы сможете нормально рассмотреть вот это вот озеро если бы я спускался к этому озеру не в темное время суток то конечно же я бы не получил тех вот эмоций которые просто переполняли меня после посещения то место но подготовиться конечно же нужно было лучше это обязательно хорошая маска фонарик минимум вещей удобная обувь и четкое представление о том что это не 5 минутная какая-то легкая прогулка а достаточно интенсивный спуск на протяжении нескольких часов в темноте вот надо это просто держать в голове перед тем как отправляться на спуск к этому озеру и тогда все будет хорошо